Приветствую вас и объективно с точки зрения проблематики, вашей проблемы, с точки зрения психологии, ваш текст можно очень много и долго разбирать. Есть проблемы не только у молодого человека, хотя вы безусловно акцентируете внимание на это. Здесь есть проблемы и ваши, здесь есть проблемы и ваши в отношении к молодому человеку и проблемы на самом деле позиционирования себя в отношении. Хотя да, сейчас у вас, может быть, как открываются глаза, но поймите, 5 лет срок не такой уж маленький и если мужчина когда-то понял, что вы готовы какие-то вещи от него терпеть, то нет никаких оснований полагать, что он изменит свое мнение, изменит свое видение ситуации. Но я не буду брать ваше время на эти вещи. Действительно, довольно много можно было бы сказать по вашей прописанчике, именно по тексту, но это, наверное, сейчас не столь важно. Вот, важно другое. Значит, чтобы вашему мужчине найти в себе стержень и не бояться двигаться вперед, нужен стимул, нужна мотивация, нужна цель, нужно четкое понимание, зачем человек это делает. А основная проблема заключается на мой взгляд именно в том, что подобной мотивации у человека попросту нет. У него нет мотивации двигаться вперед, у него нет необходимости, у него нет желания двигаться вперед. И почему? А вы об этом, не знаю, осознанно или не осознанно, вы об этом говорили буквально вот в конце своего сообщения, вы об этом сказали, что вашему мужчину все устраивает, вашему мужчине все нравится, ваш мужчина не хочет ни за что вас потерять. Так вот, именно в этом и кроется основная беда, на мой взгляд, опять же, на мой взгляд, основная беда того, почему происходит то, что происходит. То есть, основная беда именно в этом, в том, что у мужчины нет какого-либо стимула что-либо делать и предпринимать. Зачем, например, ему, ну, менять свой образ жизни? Зачем ему менять привычную модель поведения, привычную модель поведения, если у него есть и так все, что ему нужно? Ну, подумаешь, вы выскажите недовольство, ну, подумаешь, вы немножечко как-то поругаетесь на него, ну, подумаешь, вы походите грустно. Ну, и что? Мужчина все равно знает, что вы останетесь с ним. Уж если вы его из армии дождались, уж если вы столько времени с ним находите, ну, уж точно значит, к нему вы привязаны. И уж точно значит, что вы хотите быть с ним, а желая быть с ним, вы так или иначе, ну, желая быть с ним, вы так или иначе примете его таким, какой он есть, по мнению именно его. И отсюда, отсюда, совершеннейшее понимание, что вы привязаны к нему, вы никуда от него не денетесь. И вот это вот понимание того, что вы от него никуда не денетесь, собственно, именно это понимание мужчине и не позволяет на субъективном уровне, а я подчеркнул, именно на субъективном уровне. То есть, безусловно, у него может быть есть какие-то проблемы с волевой регуляцией. Возможно, имеется проблема с престинацией, возможно, он престинирует и достаточно сильно. Но у всего этого есть достаточно субъективные причины и объективные причины. Так вот, если объективные причины кроются в том, что я перечислил, волевая регуляция и престинация – это объективные причины, с которыми нужно работать, то субъективные причины – это отсутствие мотивации, отсутствие мотивационной сферы. И чтобы мужчина начал делать то, что вам хочется, то, что вам нужно, то есть начал двигаться вперед и так далее, да, это возможно, это вполне возможно, на мой взгляд, это более чем возможно, особенно если вы видите, что мужчина вроде как поддерживает все, что вы говорите и по крайней мере не отрицает, да, по крайней мере не отрицает того, что вы хотите. Это возможно, но возможно только в том случае, если вы будете идти по пути лечения его или угрозы лечения его того, что у него есть сейчас. То есть, чтобы мужчина начал проявлять себя мужчиной, нужна мотивация, это мы уже сказали, нужен стимул. Это вы тоже, я надеюсь, для себя, ну, поняли, если нужен стимул. А стимул может появиться, стимул может образоваться только тогда, когда мужчина увидит, что у него нет другого выбора и нужно что-то делать. А отсутствие выбора – это понимание того, что он может потерять то, что ему дорого, важные цены, то есть вас. И если вы будете выстраивать свою позицию, будете выстраивать свою модель поведения, ну, скажем, таким образом, что вы вот говорите, что вы, вообще-то вам нужно, вот, знаете, вот то, что вы написали нам, вот примерно, то, что вы написали нам, вот это вот вам нужно и молодому человеку донести. То есть, сказать ему, что, ты знаешь, я перестал чувствовать себя рядом с тобой, женщина. Я перестал ощущать себя защищенным. Я начинаю чувствовать себя мужчиной. И я уверен, что, ну, тебе это тоже не нравится. И на, опять-таки, объективном уровне в этом действительно нет ничего хорошего. Мужчина не может не видеть, что вы, как бы, ну, берете какие-то функции мужчины, мужские функции на себя. Отсюда он видит в вас себя и отсюда возникает, как бы, затухание вот этих вот привычных, позитивных эмоций по отношению к вам. И это плохо. Это плохо для ваших отношений в целом. Поэтому, ладно же сказать ему, что, вот, ты знаешь, я перестал чувствовать себя женщиной с тобой. Я не вижу, что ты делаешь что-то, я не вижу, что ты стремишься к чему-то, к тому, ну, я имею в виду, стремиться к тому, о чем вы говорили, да, о чем вы устроили свои планы там и так далее. То есть вы ему так об этом прямо и говорите. И говорите ему одно, что не обвиняя его, не обвиняя его в том, что он делает, понимая, что он такой человек, вы просто-напросто говорите, что не хотели бы так жить. И если он не сможет ничего предпринять, если он не сможет ничего сделать, ничего изменить, то вы в таком случае просто-напросто будете от него отдаляться и будете отдаляться до тех пор, пока не будете жить отдельно и не расстанете. И вот нужно своим поведением этому мужчине показать, что вы готовы реально что-то в своей жизни менять, вы готовы реально брать ситуацию в свои руки и готовы реально, ну, по сути дела, поставить ваши отношения, если угодно, под угрозу. И вот тогда этот мужчина увидит, что все, критический момент подошел, что оттягивать дальше нельзя и что нужно решать те проблемы, которые он должен решать, как мужчина, по вашему мнению. И если он с этим согласен, вот тогда он и получит необходимую мотивацию для того, чтобы это делать. И вот тогда, когда у него будет мотивация, возможно, ему стоит прийти прийти хотя бы к нам на ресурс для того, чтобы мы смогли ему помочь. С того, чтобы мы смогли выяснить причины такого поведения, для того, чтобы мы смогли выяснить, почему он тянет время. С того, чтобы мы смогли выяснить, а не мешают ли ему какие-то страхи, например, какие-то там комплексы и так далее, и так далее, и так далее. Без его желания не получится ему помочь. Вы ему помочь не можете. Когда вы его поддерживаете, мужчина чувствует, что вы с ним, вы его принимаете, все хорошо, и у него мотивации что-то делать у него нет. И тогда в таком случае можно резюмировать, что в вашей ситуации можно сделать. Вот, дать ему мотивацию. Это такое вот грубое итоговое мнение. Дать человеку мотивацию, стимул для того, чтобы что-то менять в своей жизни. А чтобы менять что-то в своей жизни, человек должен осознать, человек должен прийти к пониманию, что привычные модели поведения уже не работают. Он видит, что вы с ним, он видит, как он живет, что он делает, вы с ним. Модель поведения работает. Если он увидит, что модель у вас потеряет, модель поведения не работает, и здесь уже, хочешь не хочешь, придется что-то менять для того, чтобы вас удержать рядом с собой, если он действительно боится вас потерять. Но, тут тоже нужно понимать, что от того, как вы подадите вот эту вот ситуацию в целом, то есть, если вы не будете его обвинять, обвинять его не нужно. А если вы обнесетесь к этой ситуации демократично, серьезно и по-взрослому, так как я сказал, то есть, не обвиняя его, принимая его, вы будете говорить о своих интересах, о своих ценностях, о том, чего вы хотите, и о том, что вы не видите, как именно они, ваши интересы, соблюдаются и защищаются. Если вы представите вопрос так, то это не будет похоже на какой-то конфликт. Это будет похоже на за серьезное решение, взвешенное решение, что и может при подкреплении слов действиями привести мужчину к решению что-то менять. Вот, я думаю, так можно ответить на ваши вопросы. Хотел бы еще раз заметить, что у вас есть проблематика и, как бы, с вашей стороны. Определенный ряд проблем есть с вашей стороны. Об этом можно поговорить, если вы захотите это сделать, но пока в рамках ответа на ваши вопросы, я думаю, можно ограничиться только этой информацией. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!